Привет всем еще раз! Как обещала, покажу свой уход и покажу, чем кормят в повышенной комфортности ваконах российской железной дороги. Конечно, видок у меня сейчас еще тот. Не выспалась, легла я в первом часу, проснулась в 4 часа из-за того, что здесь уже соседи пошли заряжать телефоны, разговаривать попарно и, конечно же, уже никакой сон не удался. С другой стороны, еще, конечно же, спать не очень удобно. То есть, на таких вот высоких мне вообще не понравилось, и поэтому я легла вместе с ребенком. Ребенок у меня тоже побоялся спать наверху, потому что вот эта вот штука, она как-то так интересно делает, и наверху такое ощущение, что теряется гравитация. В общем, какое-то такое странное ощущение из-за вот этой вот перекладины, которая, кстати, она совершенно небольшая, да, и получается, что на таком вот узеньком сиденье, вот на таком узком сиденье, буквально вот, смотрите, от пальцев до локтя, да, и еще вот немножко на этом нужно уместиться было вдвоем. Конечно же, это не очень весело, так сказать, но, тем не менее, это более безопасно, чем вот эта вот странная конструкция, которая называется вторая полка. В общем, чем кормят? Кормят вот такой вот дают наборчик, который состоит, вот меню уже забрали, поэтому расскажу так, состоит этот наборчик из мюсли, мюсли очень невкусные, а, кстати, вот там у меня же вот такие вот, вот такой вот наборчик, вот эти мюсли, они практически несъедобные, и состав мне не понравился. Также йогурт, который содержит бензонат натрия, такое я не кушаю. Также есть еще очень вкусный кексик с вишней, кстати, йогурт тоже вишневый, я отметила, что, в принципе, там подобран весь рацион очень неплохо. Колбасы не было, поэтому дали бутерброд с сыром, вот. А, кстати, бутерброды с сыром выглядят вот таким вот образом, то есть бутерброд с сыром вот так выглядит, сейчас я посмотрю, там, что с ним, ну, вот снимается. Это из трех порций, кстати, бутерброды. И вот такая вот порция блинчики с джемом яблочным. Кстати, блинчики очень даже неплохие, из всего, самое хорошее. Единственное, что были они уже, пока нам донесли, были они уже холодные. Очень хотелось теплых блинчиков. Ну, и напоследок расскажу о своем уходе. Здесь практически невозможно нормально не умыться, ну, естественно, не помыться. Поэтому, как вот стало, гигиеническая помада, нютраджина всегда со мной. Вот такая вот мне очень нравится. Она жирная, очень хорошо подходит. И вот такая вот водичка виноградная от Кодали. В принципе, вот эту вот манипуляцию увлажняющую, очищающую. Я несколько раз уже проделывала за сегодняшний день. Очень нравится мне. В принципе, у меня есть еще ларош пазе, но не хочется доставать. Вот такая вот единственная увлажняющая процедура. Крем я не доставала, потому что около часу я уже буду в Иркутске. И там я нормально смогу принять душ. Я, кстати, брала с собой еще кое-какие масочки, которые тоже буду делать уже по приезде. Вот. Сняла небольшое видео на экшн-камеру из открытой форточки. Если все получится, то обязательно выставлю под какую-то приятную музычку, которая будет просто напоминать мне о России. Потому что вот смотришь, так вот бескрайние просторы просто-напросто. Маленькие домики, какие-то интересные избушки стоят везде. Потом поля, они просто реально бескрайние. Единственное, что, конечно, очень скромно, мягко говоря, живет российский народ. Между прочим, для меня вот эта поездка, она очень необычная. Потому что вместо того, чтобы взять с собой, как обычно, каждое новое платье на каждый день, какие-то шикарные, да, там великолепные платья, наряды, шпильки, я взяла в этот раз совершенно другие вещи, покажу по приезде тоже. Потому что цель вот этой поездки – это посмотреть Россию. Потому что я, по сути, вот за все годы, что жила, ни разу не была нигде, кроме Москвы и Петербурга. И я думаю, что это большое упущение. Вот хочется мне посмотреть, что такое настоящая Россия. Хочется немножко поисследовать, пофотографировать. Ну и надеюсь, что что-то из этого получится. Кстати, поездка не тяжелая, вот в таком эмоциональном плане она нормально воспринимается. Мы с ребенком поняли, что даже не насмотрелись в окно, потому что сели вечером, пока насмеялись, уже час ночи, да, и вот не насмотрелись, так сказать, и не успели устать. Ну, а следующее я уже сниму в Иркутске видео, поэтому всем на этом я желаю тоже путешествовать, смотреть, исследовать. Ну и все, до встречи в следующих видео. Всем пока!